Но все-таки у Обамы же были, у администрации Обамы были же какие-то отношения с украинским политикумом? Какие отношения? Точно такие же, как с животными подопытными. Это Сорос за каким-то, я не знаю, по каким-то соображениям решил разломать страну. Хоть и убогенькую, хоть и третьего, четвертого мира, но все-таки развивающуюся в своем темпе. Но зачем-то вот он ее решил разломать, угробить, ухайдокать. Зачем ему это было надо, понять сложно. Если Россия не возьмется за ум, она последует за нами. Что вы имеете в виду под возьмется за ум? Не начнет проводить институциональные реформы. Ну нельзя же все время жить на одной вертикали и на нефти. Сила любой страны в людях, в их умении создавать институциональные связи между собой. А в России с этим так же плохо, как и у нас. И если не будет никаких подвижек в этом направлении, то, сори, ситуация будет такой же. Развалить очень просто, как было показано. Путин не вечен, а с точки зрения перспектив ближайших, ну 10, ну 20 лет, а дальше что. Поэтому я говорю, России тоже надо браться за ум и думать, что делать. Иметь такой геморрой, как разваленная Украина у себя на югах, это, мягко говоря, опасно. Поэтому я говорю, что это был довольно глупый выбор. То есть вот в краткосрочной перспективе, да, это было умно. Крым отжали, своим белоленточникам показали, к чему всякие прыганины приводят. Рейтинг подняли. Но в долгосрочной перспективе иметь такой кровоточащий геморрой, это, конечно, было неправильно. То есть вы считаете, что Россия совершила стратегическую ошибку?